Продолжение следует... Игорь Дадон отметил, что у него уже был опыт управления с представителями ПДС в 2019 году. Поэтому есть причины для сдержанного отношения к результатам работы правительства ПДС. В то же время лидер социалистов подчеркнул, что политическому классу за эти годы не удалось найти путь развития страны, который можно было бы продолжить от одного правительства к другому. Не было государственной доктрины, строго ориентированной на интересы Молдовы. Напротив, каждое новое правительство пыталось написать политическую историю страны с нуля. К сожалению, так обстоит дело и сейчас, когда к управлению страной пришло новое правительство, которое в спешке проводит эксперименты и реформы, импровизирует и меняет политические правила по своему желанию. Было бы хорошо, если бы было хотя бы два-три направления развития, согласованных всеми сторонами. И в этом случае мы сегодня были бы намного более продвинутыми. Но еще не поздно сделать это прямо сейчас. Председатель ПСРМ пришел к выводу, что для обеспечения благополучия страны необходимо отказаться от шоу и популизма, найти эффективный способ парламентского и институционального диалога между политическими партиями, а также гражданским обществом. За комментарием мы обратились к представителям ПДС, но на наши звонки никто не ответил. Продолжение следует...